Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Александр. В прошлом году я стал счастливым обладателем вот этой замечательной теплицы. Теплица очень хорошо себя показала этим летом. И вот вы сами можете видеть, у нас до сих пор зреют помидоры, остались огурцы. Несмотря на тяжелые условия, которые они прошли этим летом, вот, и теплица продолжает радовать и продолжает плодоносить. Мне очень понравилось выращивать овощи в теплице, но одной теплицы оказалось мало. Я решил завести вторую. И мы начинаем проект «Битва теплиц». Константин Петрович, добрый день! Добрый день! Ну, как водится, в начале лета обещал зайти, уже лето давно закончилось. Ну, уже, в принципе, глубокая осень, и тем интереснее, да, что у вас тут, в общем-то, это практически незаметно. Расскажите, что вообще здесь такое натворение, да? Ну, смотрите, пришло время, вот у меня старая теплица, вот она, остался только фундамент. И планировали, вот, поставить что-то такое, ну, необычное, назовем так. Достаточно много прочитал слова такие необычные, но и все же «вегетарий». Вот. Ну, «вегетарий» – это емкое слово, более глубокое. Но часть, часть этого сооружения было принято вот сюда, применено. Сначала изложили фундамент, уже осознанно предполагалось, что он будет вот таким, в таком виде, я имею в виду, вот, 50, как минимум, сантиметров. Грядки будут располагаться, смонтированы вентиляционные трубы, их назовем вентиляционные, хотя они коллекционные, но не принципиальные. Работают они именно как вентиляция. Что собой представляет? На глубине 30-40 сантиметров, проложенные вдоль, вот, по периметру всей нашей теплицы, назовем воздуховоды. И, значит, вот отсюда будет забор происходить и выходит вот наверх, да. В двух случаях работает. Работает следующим образом. Значит, летняя жара, набор происходит отсюда. С земли проходят перфорированные трубы. Для чего? Потому что смена температурного режима и выделяется конденсат. Чтобы он там не заставил, чтобы он там работал, он оседает в грунт. Это первое. Второе. Значит, еще повторяюсь, что в двух направлениях работает вот эта система. Она работает в летний период. Он забирает воздух и проходит через все трубы, тем самым остужая воздух. Сегодня сезон и поздний сезон уже замороз забирает в самую высшую точку. У нас тепла, конечно, наверху. И мы забираем воздух, еще повторяюсь, уже оттуда. И греем совершенно. И греем совершенно. Проходит так же по периметру и выходит уже сюда. А за счет чего происходит изменение направления воздуха? Нет. Изменения, безусловно, происходят только механически. То бишь вентиляция, да, вентиляторы, два вентилятора, которые включаются. Конечно, если дальше идти, а мысли только-только так, конечно, развиваться в более умном автоматическом режиме, совершенно верно, чтобы она сама включалась. Пока это механически, я там включил, когда необходимо, в таком режиме, в ручном назовем. А в идеале, конечно, хочется, чтобы и автоматически, кстати, вот стоит окно, оно автоматическое вообще-то отключение. Включение, то есть, вот, да, и оно может. Пока еще я все в стадии становления немножко такого. Еще пока отрабатываем, что дюансы... Может быть правильно вначале в ручном режиме тестировать, а дальше уже автоматически настраивать. Насколько нужна, как она нужна. То есть дорожка вам портать не достаточно. Да, да, да. Поэтому, ну, интересная сама идея, и мысль интересная. Ну, вот то, что мы сегодня видим, конечно, это еще надо дорабатывать и дорабатывать. Безусловно, очень хочу, чтобы мы в ноябре кушали огурцы в спокойном режиме. Ну, я уж не говорю про помидоры, все-таки более такие ранимые огурцы. Конечно, хочу говорить и о дынях, и об арбузах. У нас соседи вот через дом в том году, правда, не в этом, в том году кушали, угощали, вернее, меня дынью. Вот, и поэтому, конечно, хочу чуть больше, чуть-чуть, что-то, ну, пофантазировать, почему нет, это тоже хорошо. Конечно, хочешь что-то такого экзотического. А трубы диаметра такой же, вот, как выходит? Диаметр 110, да, тут все стандартно. Из чего грядка состоит? Грядка состоит, конечно, хорошая, очень обработанная древесина. Вот, внутри, где соприкасается ее, даже здесь видно, гидросеклоизол, все проработано, все, чтобы не было соприкосновений земли и с голым деревом, назовем так. Вот, ну, и, конечно, покрыто все, чтобы было, вот сколько поливали, сколько чего, вот оно, практически никаких изменений не придает. Это тоже очень важно, чтобы защитить. А каков состав грунта? То есть здесь все грунт? Конечно, источник тепла, это, безусловно, грядки. Это грядки, это наша земля родная, но в том же, в том числе. Конечно, здесь слои следующие. Сначала я насыпал то, что у меня было, и листья, и солома, и, ну, все, что такое вот. Затем ветки, прям ветки, вот столько много было сбора. Вот, затем слой достаточно приличный, сантиметров 10-15. У меня был, извиняюсь за мой французский, конский навоз. Вот, и все это очень, очень удобно. И затем уже грунт, простой грунт, который... То есть вот эта вот прослойка, она же еще гниет и греет. Она еще гниет, и я почему называю источник тепла, это как раз это и есть. В мысли следующей, конечно, хочу, я рассматриваю вариант утепления по периметру, сколько, конечно, надо до земли, безусловно, землю утеплять нечего, а вот до земли утеплить сам фундамент сантиметров 10-15. Мысли такая есть, и тоже думаю, что это зимой. Я делал все зимой, вот этот конструктив. Закончил ранней, ранней весной. Константин Петрович, ну, большое спасибо за рассказ. Вот, я уже точно для себя решил, что мы постараемся повторить грядки, сделать такие же высокие, вот, мы утеплим фундамент сразу, вот. Мы сделаем систему, вот, это вот очень интересно, с трубами и даже, ну, я вообще технический такой товарищ, я люблю эти вещи, поэтому, наверное, сразу постараюсь автоматически сделать. Вот, вот, проветриватели тоже мы сделаем автоматически, вот. А каркас все-таки сделаем, у нас есть одна задумка по каркасу. Константин Петрович, ну, раз уж речь зашла про полив, мы пришли с пустыми руками, вот, пришли с подарком, вот, это система автоматического полива. Какая прелесть. Вот, она уже с контроллером идет, то есть, в принципе, вы можете подключиться прямо уже к емкости, она очень удачно у вас тут стоит, вот. И разводить полив на все грядки через контроллер, можете добавлять, можете добавлять элементы. Здесь понятно, что базовый набор, вот. Ну, похвально. Вот, его хватает на достаточно большинство. Я, извините, буду почаще вас приглашать, пожалуйста. Вот, ну, чтобы вы еще почаще приглашали, вот. Опять же, от нашего партнера, компании Бинам, это комплексное удобрение. Что такое удобрение? Да, сам ими пользовался. Ой-ой-ой. Очень эффективная штука, простая очень в использовании, вот. Единственное, там как-то разбавляется очень маленькая доза на большую дозу воды, ну, почитайте инструкцию, это там все есть. И я надеюсь, что технология, новшеств еще лучше. В следующем году получить еще больше урожай, вот. Ну, а мы, может быть, в конце сезона нагрянем к вам еще раз. Приглашаю вас, приглашаю вас на более обильный, не в таком скромном результате. Хорошо, договорились, ну, попробуй найти в августе, да. Да, да, чтобы не стыдно было вас приглашать уже действительно достойно. Так очень скромно. Мне было даже, ну, неловко, откровенно. Ну, как есть. Все очень здорово, большое спасибо. Спасибо вам большое. Всего-всего доброго, да. До свидания. Итак, мы вернулись от соседа с огромным багажом знаний по строительству хитрой и умной теплицы. И будем возводить ее вот здесь, на этом месте. Это старый фундамент от бани. Баня была в свое время разобрана, и фундамент стоял долгое время бесхозный. Вот, я решил, почему бы его не использовать. Но для того, чтобы он простоял долго, необходимо подготовить сам фундамент, необходимо подготовить грунт и необходимо, собственно, возвести теплицу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok О всех нюансах каркаса для теплицы и его установки я пригласил рассказать Дмитрия, специалиста компании «Спектр». Дмитрий, добрый день. Добрый день. Ну, давайте, наверное, традиционно начнем с материала, из которого изготовлен каркас. Что это такое? Да, это профильная труба от отечественного производителя «Северсталь». Металлическая? Да, металлическая труба. И разного сечения. То есть для более мелких теплиц используем сечение 25 на 25. Для более усиленных и больших теплиц с сечением 40 на 25. Но у нас теплица маленькая, да, поэтому сравнительно. Ну, у вас 25 на 25, да. И, конечно, обработана антикоррозина. Да, я вижу, что они чем-то покрашены. Эмаль 3 в 1 и несколько слоев. То есть на долгие годы, как говорится. Невооруженным взглядом видно, что теплица чуть-чуть отличается от стандартных вариантов вот этим выступом. Что это такое, расскажите. Да, интересная конструкция, интересный вопрос, потому что это не обычная арочная форма, а немножко одна арка выше другой. За счет чего там установлены дополнительные форчики, которые как бы в обычной жизни мы не видим? Это метод Митлайдера называется. Разработчик его. Кто это такой? Джек Митлайдер, американец. Да. Дошло и до нас, как говорится. Туда воздух заходит или выходит? Выходит горячий воздух, и тем самым быстро теплица достаточно охлаждается, и равномерно растение получает то тепло, которое им необходимо. То есть, получается, в обычной теплице, в форточке, когда выходит воздух, получается, что продувается только центр, либо края. Центр, да, и образуются мертвые зоны. А здесь, получается, за счет циркуляции? По всей длине, абсолютно верно. Вот. Ну, наверное, желательно поставить автоматический открыватель на эти форточки. Да, в каждой форточке можно поставить автоматический открыватель, который в зависимости от температуры будет ее открывать, либо закрывать. То есть, без участия человека, и электричество в том числе. Это важно, потому что к теплице электричество, ну, мы вообще планируем подвезти, но, наверное, в целом, в общем-то, обычно теплица... А если отключат? Ну, да, тогда ничего не получится, согласен. Какие еще нюансы вот есть у данного каркаса, какие фишки, что у него еще такого хорошего? Ну, что мне нравится, она вообще, когда-то я тоже ее собирал, она очень быстро собирается. В первую очередь, это большие торцы, они уже цельносварные, силовые дуги также цельносварные, форчики сварные. Остается только все эти блоки собрать между собой, и все. И все, используя фактический шуруповер. Да, вот ребята приехали буквально час назад, и уже практически можно ставить... Поликарбонат уже. Поликарбонат, да, уже можно. Дмитрий, вот что с урожайностью данных теплиц? Вы же, наверное, не первые устанавливаете, какие отзывы, что люди говорят? Ну, конечно, для растения очень важно, чтобы был равномерный климат в теплице. А здесь очень важную роль играет именно проветривание. Вот даже если перегрузка по теплу, то есть помидоры уже сразу же перестают образовывать завязи. Вот, поэтому больше 35 градусов не рекомендуется. Вот, поэтому очень такие хорошие форчики, большие по всей длине, помогают именно эту температуру все держать на том уровне, который необходим для растения. Понятно. Дмитрий, большое спасибо вам. Надеемся, что ваши прогнозы по урожайности сбудутся. Вот, а мы посмотрим на них в следующем году. Больших урожаев. Спасибо. Итак, каркас готов. Он крепкий, он стоит на месте. И теперь дело за поликарбонатом. Я, к сожалению, не очень разбираюсь в видах поликарбоната, какой он бывает. Но, по счастью, у меня есть мой соведущий Сергей Новиков. И я его пригласил для того, чтобы он рассказал, какие бывают виды поликарбоната и какой же выбрать для этой теплицы. Сережа, здравствуй. Добрый день. Добрый день. Уже вечер, солнце садится. Ну, смотри, еще не успел отгреметь сезон этого года урожайный, а я решил уже, так сказать, не ждать и поставить еще одну теплицу. Вот именно про это и говорят. Лиха, беда, начало. Да, одна была. Ты меня предупреждал, да, а я не слушал, что вот начнешь, да, и оно не закончится. Но, тем не менее, вот решение поставить вторую теплицу принято. Более того, каркас уже установлен. А каркасился. Вот, да. И, собственно, возник вопрос у меня, а какой же поликарбонат выбрать? Вот. И это, наверное, тот редкий случай, когда я обращаюсь к тебе за технической консультацией. Прямо по адресу. Да, и прямо по адресу. Расскажи, пожалуйста, что у нас с поликарбонатом. С поликарбонатом. Во-первых, вот такой небольшой вводный курс для тех, кто не знает, что это за материал. Поликарбонат – это органический материал. Так. Это полимер, состоящий, как ты знаешь, из мономеров, из маленьких молекул, состоящих в цепочке. И для того, чтобы этот материал служил долго, он должен быть меньше подвержен влиянию солнечного света. Любой солнечный свет выбивает, убивает вот эту структуру. Все его свойства. Структуру, да. И он крошится, становится непрозрачным. И при этом он теряет полную, как бы, свето-проницаемость. И для растений он несет только вред. Так вот, столкнувшись впервые с этим материалом у себя на даче, три года стоит у меня цеплица, покрытая именно поликарбонатом Актуальбио от компании Совпласт. И ты знаешь, я не прогадал. Три года она такая же прозрачная, она такая же свето-проницаемая для растений, и урожайность там не падает. А вот в чем секрет. Знаешь, почему этот материал у меня, например, на участке служит долго? Дело в том, что он прозрачный, на самом деле он покрыт двумя очень важными для меня слоями. Первый – это ультрафиолетовый слой. Слой, который блокирует ультрафиолетовые лучи, которые не разрушают полимерную структуру этого материала. Он остается прозрачным в течение многих лет, он остается таким же свето-проницаемым. И самое главное, что мне нравится, у этого поликарбоната, посмотри, крупные ячейки. Вот именно от них зависят теплоудерживающие свойства всей теплицы. Чем крупнее ячейка, тем больше воздуха, тем более теплоудерживающие свойства теплицы. Но тут есть еще и биослой. Что такое биослой? Это вообще ноу-хау. У поликарбоната Актуаль Био, здесь мы его не увидим, это практически незаметный глазу слой, который преобразует вредный для растений ультрафиолетовое излучение, смещает его спектр в полезный для урожая и для урожайности растений спектр света. Это прекрасное достижение, которым я рекомендую воспользоваться всем и каждому. Биослой корректирует длину волны солнечного света, сдвигая жесткое ультрафиолетовое излучение к полезному красному спектру, который наиболее эффективен для фотосинтеза. В результате в теплице улучшается микроклимат, созревание идет активней и урожайность повышается. Испытания на базе неисельского хозяйства показали, что под Актуаль Био можно вырастить до 2,5 раз урожая больше по сравнению с теплицей, покрытой обычным поликарбонатом без биослоя. Сережа, смотри, у меня есть идея начать выращивать овощи как можно раньше. Вот что этот поликарбонат, он как вообще для зимы, и когда он начнет работать, когда я смогу это делать? Мы можем абсолютно не бояться, что в течение зимы с этим поликарбонатом что-то произойдет. Изломы, изгибы, стирание слоев, о которых я как раз говорил, да. А еще мы не традиционно 4-миллиметровый будем пласть, а 6-миллиметровый. То есть он толще. Он толще, он прочнее и он на 10% теплее. Посмотри, ощути и почувствуй разницу. Ну, на ощупь точно приятный, осталось проверить его в деле. При монтаже поликарбонат нужно размещать цветной пленкой вверх, так как с этой стороны нанесен УЭФ-защитный слой. Соты должны располагаться вертикально для обеспечения стока конденсатора. Защитить торцы листа от загрязнения рекомендуется торцевым профилем. Чтобы конденсат свободно стекал, в профиле просверливаются отверстия через каждые 15-20 сантиметров. При крепеже листа к каркасу нужно учитывать термическое расширение поликарбоната. Отверстие нужно сверлить на 2-3 миллиметра больше диаметра винта и для крепления использовать термошайбы. После монтажа поликарбоната цветную пленку с листа нужно удалить. Завод «Совпласт» несет финансовую ответственность за качество «Актуальбио» в течение 10 лет в соответствии с декларацией гарантии качества. А лазерная маркировка, которая наносится на производстве на каждый лист, не смывается и не выцветает со временем. Она позволяет идентифицировать лист даже после снятия упаковочной пленки. А это что? Вы дотянули? Да, чуть-чуток, полтора метра. Надо было поликарбонат согнуть, может быть, под другим углом? Да, ну смотри, вот у нас просто фундамент был 5 на 5 метров, и изначально хотели теплицу поставить, чтобы она закрыла весь фундамент, но оказалось, это нестандартный размер, из-за этого она получалась чуть ли не 4-х метровой высоты. Поэтому мы решили сделать вход конем. Мы возвели тут перегородочку, вот такую утепленную. А здесь решили сделать парник. То, о чем долго твердили большевики. Более того, у нас есть идея половину парника закрыть поликарбонатом Актуаль Био от совпласта 6-мм, а вторую половину съездить на рынок, вот выбрать прямо самый дешевый поликарбонат, там, ну, 4-х миллиметровый, чтобы прямо точно... А это называется стандартный? Вот, стандартный, да, обычный. Обычный, да. И вторую половину закрыть как бы им, посадить сюда что-то одинаковое и устроить чистый эксперимент. Вот, что... Вот тебе захлестнула волна экспериментатора. Что посадить как раз вот с тобой, хотелось посоветоваться, вот. Ну, а вот сама суть эксперимента такая. Мы здесь еще дополнительно все утеплим, вот, и сделаем вот такие открывающиеся парнички. Я только вот сюда зашел, и я понял, что у тебя здесь будет бахча. Я хочу в этом сезоне, чтобы у тебя были такие арбузы и дыни, которыми бы ты мог хвастаться, гордиться и смотреть просто гордо в глаза тем людям, которые вот на развалах вот этих вот сидят. То есть мы берем одинаковые сорта, высаживаем там и высаживаем здесь. Прекрасно. Мне кажется, что это место идеально для бахча. Во-первых, оно теплое, укрыто со всех сторон, забор здесь. Здесь всегда солнце. Вот, это я помню. Оно здесь, да, оно здесь всегда. Поэтому... Ну, мне нравится твоя идея. За бахчу? Да, за бахчу. Сереж, ну, это все будет в следующем сезоне. Сейчас, наверное, смысла здесь делать что-то особого нет. Тем более, снег. Закупим семена, выросим на саду. Да, а в этом сезоне и в следующей программе мы будем оборудовать теплицу внутри специальными грядками с подогревом. Естественно. Зе зависть. Субтитры подогнал «Симон»!